Здравствуйте, я Сэм Мередит, представляю вам свежий выпуск программы «Итоги недели». Сегодня мы обсудим самые важные события уходящей недели за главой отдела макроэкономических исследований компании Юлер Эрмс Дэвидом Сэмонсом. Дэвид, темпы роста экономики еврозоны превысили показатели США и Англии в первом квартале этого года, и последние данные это полностью подтверждают. Этому способствовало снижение цен на нефть и программа КС от ЕЦБ на сумму в 1,1 трлн евро. Уровень ВВП в еврозоне увеличился на 0,4%. Будет ли такой рост экономики стабильным, и чего нам стоит ожидать во втором квартале этого года? Пока что рост экономики еврозоны вполне стабилен. Уверенность потребителей в странах еврозоны растёт. Объёмы сбережений США и Англии увеличиваются. При этом в Европе они остаются неизменными. Также свою роль в этом сыграл и очень низкий курс евро. Конечно же, лучше всего дела обстоят у тех стран, которые решились на внедрение масштабных структурных реформ. Как мы видим, экономика Испании сейчас очень активно восстанавливается. Те же страны, которые не занимались внедрением реформ, немного отстают по показателям экономического роста. Мы полагаем, что подобная положительная тенденция в экономике еврозоны продлится и в будущем. Цены на нефть по-прежнему будут оказывать поддержку экономике этого региона. Даже несмотря на то, что они повысились в последнее время, они всё ещё достаточно низкие по сравнению с прошлым годом. Уверенность потребителей будет усиливаться. Экономика США в будущем начнёт расти более активно. Мы полагаем, что ухудшение экономических показателей в первом квартале было временным и не отображает реальную картину в экономике. Сегодня были опубликованы последние данные индекса цен производителей в США. Он вырос на полпроцента. На следующей неделе должно пройти очередное заседание Федерального резерва на тему процентных ставок. Какое влияние окажут эти данные на обсуждение процентных ставок? Если рассматривать сегодняшние данные индекса цен производителей, то становится ясно, что понижение этого индекса в годовом исчислении полагается в основном на продовольственные товары и энергоносители. Если вычеркнуть два этих пункта, будет видно, что индекс на самом деле повышался в годовом исчислении, пусть и незначительно, но он всё ещё довольно низкий. Если вычеркнуть еду и энергию из месячных показателей, то мы увидим, что индекс, в принципе, оставался неизменным в месячном исчислении. Я не думаю, что данные этого индекса окажут значительное влияние на решение Федерального резерва. Они обращают больше внимания на данные индекса потребительских цен. Сейчас главный вопрос в том, будут ли они повышать процентные ставки уже в сентябре или декабре этого года. Мы больше склоняемся к декабрю. Потенциально повышение ставок может затянуться и до начала следующего года, учитывая риски, связанные с низким уровнем инфляции. Я уверен, что Федеральный резерв был бы рад иметь проблемы с очень высоким показателем роста экономики и высоким уровнем инфляции. В таких условиях они могли бы себе позволить повысить процентные ставки очень быстро. Мы все еще считаем, что Федеральный резерв все же будет повышать ставки постепенно. Потому они будут оставаться низкими на протяжении еще длительного времени. И последний вопрос. На какие события трейдерам и инвесторам стоит обратить внимание на следующей неделе? Запланированы ли события, которые могут потенциально оказать влияние на рынки? На мой взгляд, непременно стоит обратить внимание на ситуацию в Греции. Не приблизились ли стороны к какому-либо решению данной проблемы? Мы полагаем, что, скорее всего, это затянется как минимум до конца этого месяца. Кроме того, стоит обратить внимание на последние данные промышленной сферы США. В начале недели будут опубликованы данные об объемах промышленного производства. Также стоит обратить внимание на последние данные рынка недвижимости, так как он очень важен для экономики США. Ну и, конечно же, все внимание будет на очередной встрече Федерального резерва. Это очень важное событие, которое может предоставить нам указание на сроки первого повышения процентных ставок. Первый квартал этого года был не самым успешным в точке зрения экономических показателей. Потому все внимание будет на Федеральном резерве. Дэвид, спасибо за ваши комментарии. Оставайтесь на Двукоскопе ТВ. В понедельник Моника Гибсон представит вам свежий выпуск программы «Прогноз на неделю». Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!